Иллюстрация по-славянски. Актуальна ли она для города? Как она должна проходить? У многих есть разное представление о том, что такое иллюстрация. Кто-то ассоциирует это с осветительными приборами-люстрами, кто-то с баками, которые мы наблюдали все возле входа в городской исполнительный комитет. Что же по-вашему? Вы как представители общественности, давайте обсудим этот вопрос. В моем понятии, что такое иллюстрация, нужна ли она вообще. Кого иллюстрировать? Мы все воры. Давайте откровенно говорить. Для того, чтобы было прожить, то при Вене Януковича не воровать. Это жили пенсионеры, они не жили, а доживали рыбалые. Это жили какие-то госслужащие, которые не могли взять взятку и жили на помощь чью-то. Любой бизнесмен, любой предприниматель, так или не так, скрывал какие-то налоги, недоплачивал какую-то зарплату и так далее. Значит, давайте иллюстрировать всех. Просто окружим колючей проволокой в Украину, и все будут в тюрьме. Значит, я против какой-либо иллюстрации, я только за то, чтобы были одинаковые условия работы для всех граждан Украины. Все. Создайте одинаковые условия. Те люди, которые заработали деньги без закона, они обанкротятся, они не умеют работать, они умеют только воровать. А тот, кто умеет работать и уработал в таких условиях, когда все всех сторон поджимали, то они поднимутся и будут опорой нашего государства. Значит, тут прозвучало то, что все люди нашего общества, все пронизано, все воровством пронизано. Это мы говорим о коррупции, да? Да, коррупции. Воровством коррупции, да. Ну, тут нужно различать то, что одних поставили, как предприниматели мелкие, в такие условия, что они вынуждены быть виноваты, и, вернее, нарушать постоянно законы, и, нарушая законы, потому что если они нарушают, они не смогут проводить свою деятельность, а нарушая законы, они все время виноваты перед властью. А второе, это их меньшинство, которые придумали такие правила, и благодаря этому, во-первых, держат людей в том, что они все время виноваты, все население Украины или региона, и благодаря этому еще сами делают под этот шумок, потому что все же нарушают, и они нарушают крупные махинации, крупные авантюры, миллионы и десятки миллионов и миллиарды бюджетных средств вымывают из бюджета. Поэтому это нужно различать. И, раз уж так уж наше общество воровство, воровство пронизано, наше общество, то нужно смягчить наказание за воровство. Скажем, если в средние века или раньше жестко относились, там, руку рубали или на дыбу садили за воровство, то сейчас, если оно так повсеместно распространено, нужно мягкое наказание, ну, там, до трех лет. И, потому что, если человек даже украл миллионы, он их потратил на себя, мы их уже не вернем. Ну, такого человека, он должен знать, что наказание должно быть неотвратимо, он понесет наказание, и в дальнейшем у такого человека, пусть даже он не вернет эти деньги, ну, пусть отсидит год, признать это даже болезнью, и не допускать его к управлению государственными, пусть заниматься частным бизнесом после отсидки, там, или как, а к управлению или к выборным должностям такого человека на какой-то период не допускать. И тут еще нужно сказать, что будет легче работать и нашим правоохранительным органам, антикоррупционерам и прокурорам, потому что мягкое наказание, потому что, ну, это тяжело принять, если вокруг себя воруют, и какого-то одного человека, там, 15 лет лишить, и забрать у него все имущество. А, да, кстати, конфисковать имущество, ну, раз у нас государство, там, виллу, там, другие блага, которые наворованы большие деньги, а раз у нас государство гарантирует жилье, значит, социальную квартиру ему дать после отсидки, скажем так. И по поводу того, что спора, что люстрация. Люстрация – это как раз славянское слово, и не только славянское, а вообще народное. Вот у нас есть люстра, древнее украинское слово люстерка, это зеркало, подождите, зеркало, люстерка, люстерка, зеркало. Люкс – это единица измерения света, и люстрация – это означает за шкиру и вывести на свет, посмотреть, кто что стоит. Вот это люстрация, запишите. Как я говорю, вы за или против? Ну, я против люстрации. Против люстрации, потому что кто будет проводить, это суд Линча. Даже действовать законы, которые, я уже сказал, более мягкие законы, гуманные. Все против люстрации, да? Или вот Владимир? Я за. На тебя надежда, давай, пожалуйста. Я за. Это, конечно, удивительно они вообще слышат, что есть люди, которые против люстрации, начинают вдаваться смысл, расшифровывать на разных языках и так далее. Ну, вообще, как бы, вообще принято, чисто в понятии, на Махараде на сегодня иллюстрация, да, это по определенным критериям очищение государственных органов. Оно нам необходимо. Давай приезжай в порядок, пожалуйста. Я считаю, что необходимо оно и на нашем местном уровне, и на областном, и на государственном. Оно необходимо везде. Как это сейчас можно обойтись без люстрации? Ну, ребята, извините меня. Судебная система наша работает из рук вон плохо. Что оставить тех же самых судей, которые за деньги выносят приговора, которые, ну, такое чудят вообще, понимаете? Украина занимает первое место в Европе по количеству обращений в Европейский суд по защите прав человека. Это ненормальное положение вещей. Значит, судебную систему нужно очищать. Очищать. И вырабатывать четкие критерии? Конечно. А другого способа нет. Другого способа нет. Они не уйдут оттуда. Они получают там многотысячные в валюте заработки эти люди. Поэтому просто так они оттуда не уйдут. То же самое касается и прокуратуры. А МВД? Как можно не иллюстрировать систему МВД, если вот конкретно у нас в городе при захвате город-дела открыли оружейку и раздали оружие? Кому попало? Сделали это конкретно сотрудники милиции, которые находились под присягой? Что, давайте их оставим и дадим им возможность работать дальше? Нет. Это не годится. Вопрос заключается в чем? Нельзя рассматривать иллюстрацию как самоцель. Это должен быть всего лишь процесс, который позволит на следующем этапе от иллюстрации перейти к смене системы. Как правильно говорила девушка перед этим. Потому что просто то, что мы наблюдаем сегодня, да, многим людям не нравится, потому что реально это выглядит как смена портретов. И это так фактически на сегодня и является. Но, давайте будем искренними. Другого выхода на сегодня просто никто не придумал. Или же это будет революция, которая, ну это то есть кровь, различные социальные катаклизмы, гуманитарные катастрофы и так далее. Вплоть до гражданской войны все это мы проходили. Поэтому, чтобы снять эту напряженность, все равно нужно очищение власти. Что касается кадрового резерва, я так думаю, что Украина все-таки достаточно образованная страна. Если посмотреть, допустим, на процесс иллюстрации судей, да, есть определенные все-таки сложности, нужно будет набрать определенный контингент. Но, что касается той же системы МВД, ну, ребята, не бойтесь, рожки обжигают, понимаете. Для этого не надо заканчивать там МГУ, Филбак или какие-то там заведения учебные, там, Локсов и Кембриджи для того, чтобы работать участковым. Для этого просто нужно быть нормальным, честным человеком, который будет выполнять свою присягу. Это вот, что касается иллюстрации в общих чертах. Что касается иллюстрации у нас в Славянске, это была не иллюстрация, это была пародия. Значит, подожди, это уже было, все прошло, оказывается. Ну, насколько обидно, у нас иллюстрация поставили баки, добились непонятно чего. Ну, можно, в принципе, как бы говорить на эту тему, чего добились, ничего не добились. Вот. Убрали баки, а в результате суды как выносили приговора по старинке, так и выносят. Прокуратура как крышевала на Николаевке игровые автоматы, так и крышует. Милиция как позволяла торговать самогонами и наркотиками, так и позволяет. А баки при этом убрали и успокоились. Вопрос, почему? А потому что паре человек дали возможность сесть за вот этот вот длинный стол, попасть в аппарат управления. То есть, любому здравомыслящему человеку понятно, что спустрация-то не имеет ничего общего. Это просто люди, которые преследуют определенные цели и доходят до этих целей. А почему это происходит? Вот здесь я сегодня очень много слышал, и меня окружают, в принципе, на сегодняшний день здесь, да, передачи, в основном люди, представители бизнеса. Ну, Константин у нас известный бизнесмен, да, как бы уже давно... Ну, бизнесом никогда не занимался. Предпринимательством. Ну, можно сказать. Да, воровать как-то не стремился. Предпринимательством. То же самое у представителей общественной организации. Мне бы хотелось просто, как бы, сказать одну очень-очень важную вещь. Нельзя совмещать занятия бизнесом и государственную службу. Это должно стать вот ключевым моментом при процессе иллюстрации и переходе к смене системы. Государственного управления. Сейчас я договорюсь. Почему? Потому что, ну, история показывает, что если ставишь управлять страной директора, там, гаража, завара, ну, получаешь большой гараж. Если ставишь директора шоколадной фабрики, получаешь большую шоколадную фабрику. Поэтому все-таки нужно к выбору президента и других управленцев в ведущих стране подходить немножечко с другой точки зрения. Потому как нельзя служить одновременно Богу и мамоне. То есть нужно служить чему-то одному. Или ты служишь государству, и ты человек, который служит государству. Или же ты занимаешься предпринимательством. Тогда тебе не нужно никакое должностное место, кресло для того, чтобы... Потому что иначе мы приходим к тому, что чиновничье кресло превращается в место для излечения дохода. Причем гораздо большего зачастую, чем у любого предпринимателя. Предпринимателя, покажите мне предпринимателя, который себе позволит построить такой дом, как начальник город-дела. Да он в жизни столько не заработает, этот бедный предприниматель. Его обдерут 70 раз. А я вам могу проехать, показать, какие дома строят у нас судьи, не нуждающиеся в иллюстрации, прокуроры. Это дворцы, ребята. Все знают, все знают. А мы говорим, что нам не нужна иллюстрация. Значит, насчет судей. Значит, судей берут деньги. Какая иллюстрация? Берут деньги и сажают в тюрьму. Надо просто выполнять закон. Просто заставить людей выполнять свою работу. Тоже милицию, тоже прокуратуру. Каким образом у вас есть? Каким образом доставить? То есть мы собираем собрание, если кто-то не вывел, мы не иллюстрируем, мы просто катаем в мусорке. Покатали в мусорке, это смотрится как хулиганство, согласен с этим. Но в мусорке кататься не хочет никто. А вы уверены, что в следующий раз он на следующий день не примет такое же решение? Я думаю, что если он будет часто ездить в мусорке, то, по крайней мере, город будет видеть, кто принимает такие решения. А в мусорке мы катать будем это точно. Я тебе предупреждаю заранее. Значит, если те люди, которые будут против народа вести политику, то вот эти мусорки, которые вы брали, не придут назад. Мне не нужны никакие места, не в исполнительности никаких, мне нужно, чтобы власть была прозрачной. Мне надо единственное, чтобы мы могли видеть, кто какие принимают решения, кто куда какие деньги девает и так далее. То есть прозрачный должен быть бюджет. Так один человек сказал, вы, господа, не трогайте только бюджет, и денег хватит всем. Значит, у нас был антикоррупционный комитет, который за этим следил. Честно говоря, не слышал ни одного громкого дела, где бы они кого-то наказали, подняли и так далее. Ну, не знаю почему, может быть, их было мало, может быть, что-то не смогли добиться. Вы сказали, будете катать в этих горных, да, там, носил кому-то. Как вы думаете, сколько людей в городе вас поддержит в этом? Еще такой вопрос. Значит, мы не будем катать просто всех подряд, а мы будем катать тех, на кого не хватает, скажем, у закона власти. То есть есть человек, который обокрал детей, который совершил какое-то преступление, но почему-то на сегодняшний день законами не могут его привлечь к ответственности. Вот поэтому мы будем катать. Мы будем катать его только потому, что мы будем показывать, что народ не согласен с этим. Люстрация, она будет, и ни судьи, ни прокуроры, ни милиция, ни управленческий аппарат не смогут работать так, как они до этого работали. Вот это те события, которые произошли, то уже вызовем. А почему они раньше так могли работать, так воровать, так бессовестно на хан на себя вести? Потому что было очень большое имущество Советского Союза. Его можно было воровать, не зарабатывать, а воровать. Сейчас уже все это разворовано. И они зарабатывать деньги не умеют. Поэтому для того, чтобы страна развивалась, производила, ну, в смысле продукты, и шла вперед интенсивно, нужно жить по нормальным, честным законам. И если будет жить так, как раньше, значит, просто общество сметет этих всех. Володя, вот что мне нравится, он все время глаголит и сам же отвечает на вопрос. То есть, если у нас будет начальник, директор шоколадной фабрики, это будет большая шоколадная фабрика, да? И если будет там завгар, значит, будет большой гараж. Значит, отсюда следует. Если у нас будет князь, у нас будет княжество. Ответ простой.